Колеса может быть бесконечное количество. Бесконечное. То есть вообще нет никаких правил. Если мы в буддизме читаем, что вот так, вот так и вот так, это в данной конкретной школе. Ребят, школ в буддизме реально тысячи, понимаете, тысячи направлений. Ни одна религия столько не создала. Поэтому можно верить в 16 оборотов, можно верить в 3 оборота. То есть 16 нирванов ушел из этого мира. Есть такие версии, да. Но если задуматься, это противоречит учению. Согласен. Ну, есть такие объяснения. То есть 16 у всех. При исследовании данной традиции через 16 оборотов учения довольно быстрый путь. Кто-то говорит про тысячу оборотов колеса учения. Тысяча тоже число такое. Помните, как все ждали миллениума, примерно как ацтеки и майя конца эпохи. Ничего толком не произошло. А, ну как произошло, конечно же. Просто аберрация близости мешает нам это осознать. В тысячном году тоже вроде ничего не произошло. Однако мир изменился. Так же, как и в двухтысячном. Это же условный, смотря откуда отчитывать. А, конечно. Но поскольку мы живем в мире условностей. Кстати, это буддизм. Ну и не только буддизм. Поскольку мы живем в мире условностей. Эти условности нас влияют. Если 6 миллиардов людей верят в то, что на рубеже тысячелетий что-то поменяется, то, скорее всего, поменяется. Потому что мы верим, и мы меняем мир под себя. Есть такой эффект. То есть глобальная вера всех людей меняет мир, конечно же. Даже бессознательно меняет. То есть мы ожидаем, наши ожидания уже меняют все. Ну вот система хаоса второго порядка. То есть когда мы действительно можем что-то изменить в предсказании. Еще вопросы, прошу. Душа в буддизме. Есть ли она? Что перерождается на следующем круге? В буддизме, я прошу прощения, там, по-моему, есть такая вещь, что при послесмерти душа как бы распадается на отдельной части. И потом пересобирается из других частей, как, ну, лоскутное одеяло, если я не ошибаюсь. Ну, на самом деле, в классическом буддизме понятия души нет. Да, вот. Души, вот как вот, живо, это понятие индуистское. Душа или атман, да, душа в нашем понимании. То есть что-то вечно делимое, что будет жить после смерти. Такую душу буддисты не верят. Ее просто они находят в антологии, в опыте ее нет. Они вместо понятия душа используют понятие поток сознания. Вот поток сознания, он дискретный, он состоящий из разных других потоков. Он сверкает, переливается, движется. Ну, собственно, тема нашего сегодняшнего занятия, мы про это подробно поговорим. То есть он наследует карму, да? Поток сознания наследует карму? Да, поток сознания наследует карму. А почему он не помнит того, что было? Да, она направляет поток сознания. Следующее рождение и дальше. Ну, не то, что наследует. Опять же, мы с вами говорим языком, который сформировался за тысячу лет христианства. До этого наш язык сформировался общественным представлением, который тоже верил в душу, в предков и так далее. Поэтому даже трудно подобрать синонимы к понятиям санскрита, языка, который, условно, специально создан для объяснения этих вещей. И мы с вами привыкли мыслить, мы же мыслим словами, бывает образами, но чаще словами, особенно когда мыслим над сложными категориями. И мы автоматически скатываемся в наши представления. Этот эффект в буддизме получил название «сила привычки», «васана» на санскрите. Ну, или эффект колеи его еще называют в экономической географии. Что страна съезжает на катанную колею и не может выбраться, как Россия, например, или другие страны со своим правом. Ну, это же нормально на уровне сознания, мы всегда словами мыслим. Конечно, нормально. И мы с вами пытаемся объяснить буддийские категории христианскими. Нет, мы можем быть атеистами, можем не верить во все это, но наше мышление сформировано речью, которая сформирована христианским учением. Это матрица. Да, совершенно верно. Поэтому сложно разрушить эти установки, они с детства закладываются. Даже в атеистических семьях, скажем сразу, даже там. Если же семья воцерковленная и дети с детства изучают Писание, там еще сложнее. Очень сложно вообще понять, что может быть совсем по-другому. Что мир никто не творил, что Бога нет, что нет души. То есть тогда мир человека просто рассыпается. Его мир, который может быть рассыпается на эти самые кусочки тхарбы, из которых потом, может, он соберется, а может, и не соберется. По крайней мере, культурный шок я испытал, когда я стал учиться буддизму, совсем молодым человеком. Уже имея опыт обучения в православной семинарии, мой мир просто был взорван. Как сейчас помню. Собрался же. Нет. В процессе, ребята. Я не скажу, что он собрался. Еще вопросы, друзья мои? Молодежь. Спрашивайте, или вам все понятно? Я, например, ничего не понятно. Я в этом признаюсь. По прошлой теме. Костя, а можно вопрос не по буддизму, а про вас? Да, конечно. А скажите, пожалуйста, вы где дислоцируетесь сейчас? Где вы находитесь? В данный момент я нахожусь в кабинете географии Музея кочевой культуры. Моя гордость. Кабинет, который я построил из склада своими руками. Видите, какой он уютный. Книги, книги до потолка. Партипиано, с которого начинаются занятия. А, буддийский календарь. На стене, в общем, есть другие. Это вот кресло, на которых сидят родители учеников, которые посещают занятия. Можешь сидеть, кофе пить. Тоже книги, книги, книги. Огромный стол. Видите, это не кабинет министров, ребят. Это кабинет географии. Потому что мы с учениками сидим за длинным овальным столом. Тоже мое. Детичь со своими руками его весь сделал. Очень клевый получился. Такой гигантский стол. Такие просто не продаются. Проектор. Сюда я вещаю информацию, которую вы видите на картинках в зуме. Над ним штурвал с моей яхты, затонувшей в Мексиканском заливе когда-то. Ну, географические карты, разумеется. Потолок, обратите внимание, в флаге разных стран. Потому что как этот убогий совок было превратить во что-то достойное, я просто по-другому не знал, как это сделать. И сама планировка любопытная с колоннами. Со всем. Любимая моя Монголия. Ну, здесь, конечно же, известный флаг. По чьей гидой мы работаем. Ну, вот так. Здорово. Ну, я из разных локаций вещаю. В данном случае отсюда. Да, вот я про это как раз хотела узнать. Еще вопрос такой. Вы будете проводить какие-нибудь экскурсии? И очень хочется с вами встретиться и как-то тоже пообщаться. Теоретически я их провожу. Только теоретически. Потому что у меня просто нет на их времени. Теоретически. Понятно. То есть я не говорю, что это невозможно в принципе. Ибо в многовариантном мире, в бесконечной вселенной и во множественных вселенных возможно все. Помните раз в 60? Возможно все. То есть возможно мы увидимся. То есть препятствий к этому нет. Но так, чтобы я провел какие-то занятия в музее кочевой культуры, я их там провожу. Но там все будут собраны. И туда попасть очень сложно. Понятно. Спасибо большое. Остается лето. Летом у нас музей работает, но в другом режиме. В режиме такой подготовки к зиме. Понимаете? Потому что зима для музея очень тяжелое время. И после каждой зимы мы музей заново собираем. Потому что он весь на улице находится. Юрты, чумы, яранги. Представляете? Ухаживать за 30 домиками из шерсти, из войлока, из кожи, которые снаружи находятся. Поэтому у нас будет стройка очередная, ремонт, реставрация. Можно приезжать. Ну и меньше гораздо экскурсий. И у меня не так буду оплотно занят. Можно будет встретиться. Провести какие-то правила. Здорово. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вопросы? А вселенный буддизм что думает? О других цивилизациях на других планетах? Кто там живет? Какие-то люди, нелюди? Кстати говоря, это интересный вопрос. Потому что признавая множественность миров, бесконечность вселенной, естественно, мы признаем, что они населены живыми существами. Какими-то, и в частности, разумными существами. Ну, ребят, если вселенная бесконечна, где-то в этой бесконечности должна быть жизнь. И, конечно, разумная жизнь. Безусловно, она есть. Ну, люди все признают. Но это не имеет решающего значения. Вообще буддисты никогда не зацикливались на внешней стороне этого мира. Им не очень было интересно, как с точки зрения физики устроен этот мир. Им скорее интересен мир нереально существующий, а мир воспринимаемый, мир нашего сознания. И вот что почти все школы буддизма признают то, что мир, который мы восприняли и провели через свое сознание, это уже другой мир. То есть, какие-то школы признают реальность мира вне сознания. Некоторые школы не признают реальность мира вне сознания. Ну, правда, их меньшинство. Но все равно мы в нашем профанном сознании познать мир татхатой, как он есть, не можем. Поэтому не очень интересно, есть зеленые человечки, нет зеленых человечков. Ребята, вот мы сейчас про них говорим, они есть в наших сознаниях, верно? Если на самом деле не так важно, важно другое. Важно, что если они есть, их нужно спасать и вести в нирвану. Иначе они тоже будут неправильный мир воспринимать, бегать с бластерами, нападать на землю или что-нибудь еще. Ребята, это просто не очень интересно данной религии. И вы знаете, когда в ту же самую эпоху, когда греки пытались выяснить, земля шар или плоская, солнце вокруг земли или земля вокруг солнца, в Индии люди также смотрели на все это и думали, а как я переживаю солнце? А что такое солнце в твоем сознании? Что такое земля в твоем сознании? Поэтому западный мир создал науку, прогресс, технологии, а мир индийской философии создал науку о сознании. А наука о человеческом сознании – это буддизм. Ну, как одно из направлений индийской науки о сознании. Именно буддизм зациклен на изучении сознания человека. Ну, а на самом деле, если честно, пожалуй, это одна из самых загадочных вещей во Вселенной – наше сознание. Ну, о сознании мы сегодня с вами как раз и будем говорить. Я предупреждал, что будет очень сложная тема, поскольку мы копнем чуть-чуть так поглубже в буддийскую философию. Просто наметим маркерами для самостоятельного изучения тем, кому эти дебри будут интересны, ребята. Вопросы? А какие в буддизме есть праздники? Ой, очень много. Очень много. День рождения Будды, день ухода Будды в окончательную нирвану, день обретения нирваны под деревом бодхи. Потом в каждой школе есть свои праздники, посвященные своим учителям, своим наставникам, основателям школы. Все праздники привязаны к календарю. Он лунный календарь. Ну, вот как раз я вам его показывал, на стене у меня висит. Там обозначены праздничные дни и дни, когда можно путешествовать, когда стричь волосы и так далее. Вот. Могу вам прочитать, когда будет ближайший праздник. Ну, вот ближайший уже был у нас, а следующий нет. Ну, здесь, видите, буддисты умнички. Они указывают еще такие праздники, которые связаны с защитой живых существ, не только религиозно. Например, Всемирный день защиты лабораторных животных. Классная тема, правда? Или Всемирный день земли. То есть, то, что касается защиты окружающей среды, поскольку все живые существа были нашими мамами, буддизм эти праздники сейчас современные тоже воспринимает как праздники. То есть, это служение бодхисаттвы, это помощь тем, кто страдает. Да, то есть, человекотворение Божие. Буддисты не относятся так к телу и к человеку? Вот, смотрите, здесь вопрос немножко некорректно задан. К человеку буддисты относятся очень трепетно. Пока человек жив, ребят, это самое главное. Главная ценность – это лучшее рождение. Самоубийство не столько страшный грех, сколько безумный поступок, который возвращает нас назад по этой долгой дороге, к которой мы шли, чтобы обрести человеческое тело с сознанием и двигаться. Пока человек жив, это неизмеримая ценность. Как только человек умирает, его тело не представляет вообще никакой ценности, кроме научного интереса. Его нужно препарировать. А если не препарируется, а мы все знаем уже, тогда его надо скормить животным, которые хотят кушать. И вот отсюда, кстати, все эти довольно жуткие, на первый взгляд, обряды, как воздушное погребение. Зато мы имеем прекрасную анатомию, медицину, и это продляет дни живым. А отношение к рабам? Ведь на Тибете рабовладение тоже было своеобразное. Тибете были жесточайшие казни, пытки, рабовладения. Но не путаем буддизм как философское учение, с буддизмом как религии, с буддизмом как инструментом подавления людей. Сознание. Сознание человека человека. Ребята, в Тибете буддизм приобрел достаточно часто даже уродливые формы. В Тибете, в Монголии, там, где он стал властой единственной религии. Ну что вы? А вы обращали внимание, что во многих сказках, народных сказках, мула, священник, поп или лама – это отрицательный персонаж? Сказка о попе и работнике балде, да. Мула, глупый мула у Хаджина Середина все время выступает отрицательным персонажем. Жадный лама, вредный, хитрый, подный жадный лама – это персонаж монгольских сказок. Ребята, это придумали не в Советском Союзе. Просто эти сказки, конечно, были отобраны из множества других. Но очень часто священники вели себя недостойно. В любой религии, ребят. И буддизм здесь не исключение. Ну, мы говорим про страны, где буддизм стал государственной религией. Причем смешавшись с местными культами, довольно жестокими, как в Тибете. Тибетский буддизм интересный. Но само по себе тибетское государство, мне оно не нравилось, например, никогда. Но оно было отсталым. Да, конечно, можно слезы лить по поводу фильмов «Маленький Будды», «Семь лет в Тибете», как злые китайцы разрушили сказку тибетскую. Да не была она сказка, ребят. И рабство было, и пытки были, и казни были. Все это было. Ну, конечно, стало еще хуже в итоге, когда культурная революция к ним пришла. Что поделаешь. Впрочем, а что творили христианские священники в Средневековье? Тоже волосы дым на глаз стоят. Христос же не учил этого, верно? Здесь мы говорим уже не о религии, а о политике. Ну, а это грязная тема. Не будем углубляться. Есть понятие «исторически сложившееся». Христианство, буддизм, ислам. Не то, которое давал пророк, скажем, Будда или Мохаммед, а именно «исторически сложившееся». Иногда изуроданное людьми до неузнаваемости. Вот этот термин «исторически сложившееся». Знаете, мы историки как говорим? Если мы используем это словосочетание «исторически сложилось», то мы, историки, подписываем себе контракт. Короче, пособие по безработице все выписываем. Вот, все. Мы остаемся без работы. Задача историка – понять, как это произошло. А если пишем, исторически сложившаяся религия оказала решающее влияние, ребят, но это интернет, это туда надо. Не, ну разобрать-то как бы, всю эту размотать, почему оно так исторически сложилось, это как раз и задача «историка». А почему? Поэтому историк не должен так говорить. Историк должен искать истину, должен искать причины. Вот задача «историка». Первая очередная задача. Почему так произошло? Потому что таким образом мы сможем сделать выводы о том, что так еще произойдет. И, конечно, историки, хорошие историки выводы делают и предупреждают людей. Но еще ни разу не было, чтобы люди послушались. Скажем, ой, а со мной же будет то же самое, надо что-то менять. Все повторяется. Сансаров ничего не поделал. Помните, как у Ключевского? История не учительницы, история надзирательницы. Она никому не учит, она только наказывает за невыученные уроки. Совершенно верно. Дети, запоминайте. Вот. Это так. Это так. Ну, так же, как говоришь сыну. Слушай, ну вот, вот, послушай папу, так не надо делать. Нет, бесполезно. Пока сам шишка не набьется, будет поступать по-своему. Это нормально. И народы не исключение. Вопросы? Или начинаем? Поговорим уже про философию. Тема большая и сложная. Наверное, начнем, Сергей. Да, Костя, сейчас только подготовку сделаем. Сегодня мы поговорим про основы буддийской философии. Ребят, сразу говорю, основы, даже не основы, а основы основ. Потому что тема необъятная. На факультете цанит буддийского датсана обучаться этому 20 лет, чтобы просто понять основы философии буддизма. Это наиболее сложная, рафинированная философская система, наверное, созданных людьми. Поэтому я только обозначу основные направления. А кому какое направление станет интересным, я отправляю к литературе, к учителям, которые прошли этот путь и могут вам объяснить лучше, чем я. Я лишь обозначу схему того, чего достиг человеческий разум в Индии. Мы будем говорить про индийскую философию. Про то, что сложилось, когда буддизм еще был индийской религией, индийским учением. Потому что потом буддизм шагнет за пределы Индии, породив еще больше философских схем. Пока поговорим про, собственно, индийский буддизм. Итак, основные концепции буддизма. Чем буддизм отличается от авраамических религий или других религий вообще? Какие основные концепции были созданы? Первая концепция – это концепция отсутствия Бога-творца. Да, сам, кстати, сам Будда Шакимуни поступал очень мудро на вопрос учеников «А есть ли Бог?» Будда хранил благородное молчание. Класс, да? Вот благородное молчание. Представьте, вы меня спросите, какой-нибудь вопрос задаете сейчас в зуме, а я буду молчать. Это называется благородное молчание. Будда не отвечал. Из космосных источников мы знаем, что Будда намекал, что этот вопрос не является ключевым вопросом. Можно сломать мозги, размышляя о том, есть Бог или Бога нет. А это время лучше потратить на изменение себя, на путь к нерване. Когда вы будете в нерване, вопрос про Бога отпадет сам с собой. Так учил Будда. Ну, ученики и последователи драгоценного все-таки пытались разорваться, есть Бог или нет. И пришли к очень интересному выводу, который лег по основу философии Ан-Ишваравада. Ан-Ишваравада – это концепция отсутствия Бога-Творца. Что Бога не просто нет, его и не могло быть. Ну, сразу так, ребят, не будем говорить про какую-то безличностную силу, которая все во всем. Нет, будем говорить про Бога-личность. Про такого Бога, который смотрит на нас и говорит с нами со страниц, например, Библии. Который наказывает, прощает, у нее есть любимчики. Вот такого Бога буддийская мысль не видит нигде в мироздании. Итак, доказательства концепции. Первое. Есть закон причины и следствия, основной закон Вселенной. У всего есть причина и у всего будут последствия. И так все работает в мире, все абсолютно. А у Бога есть причина. Если у Бога есть причина, то эта причина является Богом. Если же это Бог, то так далее в бесконечность. Если же говорить, что у Бога нет причины, то это противоречит закону причины и следствия. Видите, какая логика? Очень простая, доступная каждому школьнику. Христиане, кстати, говорят так. У всего есть причина, и причина всего – Бог. Шопенгауэль, который был знаком с буддийской философией не понаслышке, очень хорошо. И использовал буддийские выкладки в своих размышлениях. Он говорил, что в вопросе с Богом христианские мыслители поступают как с извозчиком. То есть используют логику до какого-то момента, а потом логика уже не нужна. Типа Бог не познаваем, все, до свидания, мы уже без логики обойдемся. И это неправильное отношение к логике. Итак, это логическое доказательство того, что Бога нет. Потому что закон причины и следствия разрушается. Второе доказательство, оно скорее этическое. Вопрос, который задавали буддийские мыслители, он такой же, как тот вопрос, что задавали христианские мыслители и мусульманские мыслители. И этот вопрос наверняка вы задавали сами себе много раз. Причем, ребята, к этому вопросу рано или поздно приходит любой здравомыслящий человек. Бог есть любовь. Бог добрый и при этом всемогущий. И отсюда мы думаем, так, Бог добрый и всемогущий, а как же он допустил существование в мире зла? Откровенного зла. То есть, если он не хотел, чтобы зло появилось, но оно появилось само по себе как-то, без его ведома, значит, он не всемогущий, но добрый. Если же он создательно допустил зло, неважно с какой целью, чтобы воспитать людей, дать им выбор, но он создал зло, то он точно не добрый. Хотя всемогущий. В любом случае, не складывается концепция единого, доброго, всемогущего Бога. Вопрос от христианской традиции получил название теодицея, оправдание Бога. Люди ломают головы до сих пор, находя все новые, новые, новые варианты ответов. И говорят, что Бог дал человеку свободу, ограничив себя. Тогда получается, он ограниченный Бог, то есть он не всемогущий, не всеведущий. Бог создал дьявола и разрешил ему все это действие, что они работают в тандеме, чтобы нам всем было лучше, чтобы мы могли понять, где свет, где тьма. Но это создание зла, откровенное создание зла. Мы про это будем говорить, когда доберемся до изучения Ветхого Завета. Короче говоря, буддисты на все это посмотрели, подумали. Скорее всего, Бога просто не существует. Просто его нет. Я не знаю ответа на вопрос теодицеи, хотя знаю много вариантов предложенных. Когда в семинаре издавали вопрос про теодицею, может ли Бог создать такой камень, который сам не сможет поднять. Вот вопрос теодицея. Если он сможет камень поднять, не сможет, что он не всесильный, не сможет создать всемогущий. Ну, это схоластика, это измышление. Говорят, что человек такой камень, который Бог уже создал, но это опять ограниченный Бог. Короче говоря, Бога личности буддисты не видят. Это концепция Анышваравана. Бога нет. Ну, а мне ближе всего вопрос теодицеи концепция племени Масаев из Восточной Африки. Знаете, у них тоже Бог Энкаи, Бог добрый и всемогущий. Когда Масаев спрашивают, откуда же в мире зло, Масаев говорит, как, откуда? Да он выпивает все время. То есть у них Бог пьяный. Понимаете, концепция пьяного Бога меня когда-то ужасно рассмешила, а потом повергла в ужас. Вы же представляете, если великая сила, создавшая мир, пьет пальмовое вино. Ну, или эту чичу, которую они делают из различных тыкв. Это просто катастрофа для Вселенной. В общем, Масаи вообще большие весельчаки в концепции пьяного Бога. Но они ответили на вопрос теодицеи. Хороший парень, но выпивает. Вторая концепция, помимо Анышваравады, это концепция Анатман. Анатман или Анатман Авада, концепция отсутствия души. Вот эта концепция очень любопытна. То есть, если многие люди еще готовы признать отсутствие Бога или просто не задумываются, какая разница, он там добрый, злой, но есть, нет. То наличие души у себя признают очень многие. Ну, почему? Да потому что все надеются, что после смерти что-то будет где-то жить. И причем не что-то, а это мое я. Вот я буду жить после смерти. Видят души. Ну, она такая душа, она, наверное, будет похожа на меня. Она будет такая призрачная. Слушайте, сколько снято мультиков, фильмов про путешествие души, что такое душа. Все хотят жить после смерти. Вот этот страх смерти, он порождает все эти концепции. Поэтому понятие души – одно из самых ранних понятий человечества. Мы встречаем эту концепцию в самых-самых ранних народах давным-давно уже вера в то, что что-то будет жить потом. Пускай плохо в виде призрака, пускай где-то в нижнем мире в виде тени, но будет жить. Я не исчезну. Будет сказать, нет, постойте, ребят. Ваше я – это производная вашего мозга. Мозг умирает, и ваше я тоже умирает. Будет сказать, нет, ребят. Чудес не будет. Вы умрете окончательно и бесповоротно. Тут такой холодок проявляет по спиде. Такой, что, все, да, вот это, вот это все, последний раз? Буддисты говорят, нет, вот это все, к сожалению, не последний раз. Это будет очень много раз. Но к вашему я это никакого отношения не имеет. И буддисты создают концепцию Анатмана Вада, концепцию отсутствия души, неделимой субстанции. Но что же, вы спросите, что переселяется? Уже сегодня спрашивали на вопросах. А что переселяется? Что уходит из тела в тело? Как же реинкарнация? Сразу усолюте, ребят. Реинкарнация – термин не буддийский. В буддизме нет такого термина. Реинкарнация – это переселение души. Это термин индуизма. В индуизме есть душа. Атман, джива. Которая переселяется из тела в тело. Душа. Такая же, как у христиан. Душа переселяется. В буддизме этого нет. Нет души, нет реинкарнации. Поэтому правильно говорить не про реинкарнацию, а про перемещение потока сознания в другое тело. И вместо понятия души появляется поток сознания. И здесь третья концепция буддизма из основных философских концепций – концепция Кшаника-Вада. Кшаника-Вада – это учение. Кшаника-Вада – это концепция мгновенности всего. Что все существует лишь мгновение. Причем это мгновение, оно не существует. Вот этот миг между прошлым и будущим – его нет. Все мгновенно и изменчиво. Ничего постоянного, неизменного нет и не может быть. Поэтому поток сознания постоянно меняется. Он вечно в изменении, в вечном движении. И дальше буддийская мысль стала разрабатывать концепцию потока сознания. И были созданы разные концепции, объясняющие, что это такое, как это перемещается, из чего поток состоит. До сих пор ведутся споры между разными школами, что же такое поток сознания. Ну, первое, в чем сходятся все буддисты – это поток, ребят. Сознание – это вот не что-то. Вот этот такой комок – это мозг. А сознание – это поток. Кстати, ученые не знают, где в наших мозгах сознание. Нету места. Это какая-то надстройка. Это поток, это процесс. Сознание – это процесс перетекания одного в другого. И этот поток состоит из частиц, которые не существуют в состоянии покоя. Эти мельчайшие частички сознания называются дхармы. Помните, мы уже такое слово с вами изучали. Дхарма с большой буквы – это учение драгоценного Будды. Дхарма с маленькой буквы – это частичка нашего опыта. То есть вы знакомы с квантовой физикой? Это квант. Квант. Состояние покоя квант не существует. Вот то же самое дхарма не существует в состоянии покоя. Ее не существуют, этой частицы. То есть она существует мгновение, за которое она мгновенно превращается в следующую дхарму. Та дхарма мгновенно превращается в еще одну дхарму, и так они превращаются одна в другую с безначальных времен и до бесконечности. То есть если я скажу, как известный герой, остановись мгновенье, ты прекрасно надену очки и возьму микроскоп, чтобы дхарму разглядеть, она исчезнет. Она не может остановиться. Ее в покое нет. То есть она переходит в следующую дхарму. Мгновенно. Ребята, мгновенно. То есть нет. Вот это вот одна дхарма, а это другая. А одна в другую превращается. Их нету. Есть только процесс превращения одну в другую. То есть ее поймать невозможно. Вот из этих дхармочек и состоит поток нашего сознания. Поэтому он движется и не может остановиться. Он дискретный, мигающий, сверкающий, но сами дхармочки, вот эти вот кванты нашего опыта, они несут информацию. Информацию о нашей жизни. Но поскольку мы все время меняемся, все этот поток изменяется. Мы как-то поступаем, что-то делаем. Здесь очень трудно понять, как это происходит, ребят, ну даже, наверное, невозможно. Ибо наше сознание состоит из дхарм. И при этом наше сознание меняет движение дхармы и то, какие дхармы загорятся. Ну вот так вот. Ну вообще изучать сознание очень сложно. Возможно, в принципе, тупиковая ветвь развития. Возможно, мы ничего не сможем понять, потому что наше сознание не может изучать само себя. Кстати, то, что сделали буддисты, изобретя понятие дхармы, честно говоря, ребят, ну мне вот неинтересно. Есть ли они на самом деле, нет их на самом деле. Доказать здесь ничего нельзя. Интересно, что буддисты это придумали. Придумав дхарму и поток дхарм, несуществующих в покое, они предложили один из наиболее интересных и вполне себе приемлемых способов описания работы сознания человека. Это их клад вообще в науку, а не в философию и не в религию тем более. Это попытка объяснить работу сознания. Кстати, как работу сознания вообще никто не знает. Вообще никто. Что-то такое тоже никто не знает. Ни один ученый в мире не знает, что такое сознание. Мы даже близко не подошли. Буддисты пытаются объяснить, но, на мой взгляд, и они тоже не подошли близко. Ладно. Короче говоря, дхармы меняются. За счет того, как мы себя ведем. Когда человек умирает, его поток дхармы отправляется дальше, вселяется в следующее живое существо. Он уже несет информацию о прошлой жизни. Дхармы несут информацию. И вот уже у нас кармическая программа заложена у ребенка. Он рождается уже готовенький. Дальше включается мозг. Мы начинаем работать, думать, действовать и меняем уже сознательно поток дхармы. В начале кармическая программа. И так в бесконечных, в безначальных времен. Знаете, что это напоминает? Это напоминает классический пример буддийский. Кадры кинопленки. Ну вот у меня в детстве папа был журналистом и у него была кинокамера, он снимал репортажи. И пленку даже сам проверял иногда, хотя обычно сдавал проявку кинопленку. И там кадрики. Если в лупу смотришь на кадрик, у нас было 8 миллиметров, узенькое, каждый кадрик немножко отличается от следующего и от предыдущего. Если вы рисовали сами мультики, ну хотя бы в тетрадке, берем тетрадку, вот так вот, здесь на уголке рисуем человечка и каждый раз ножка будет чуть в сторону сдвигаться. И вот так вот листаем быстро-быстро. У нас иллюзия, что ручка или ножка движется. Ну, я думаю, вы все это делали, не делали, сделайте сегодня. Либо кинопленочку, посмотрите, если это редкость, у кого-то еще есть кинопленка. Такой анахронизм. Так вот, кадрики меняются. И мы заряжаем кассету с пленкой в кинопроектор, включаем, и на экране мы видим иллюзию жизни, иллюзию движения. Кадрики меняются. Так вот, каждый кадрик кинопленки это тхарма. Она связана с предыдущей картинкой, иначе кино не получится. Она связана со следующей картинкой, иначе кино не получится. И эта череда бесконечных тхарм, очень похожих, но различных, образует иллюзию. Иллюзию жизни, иллюзию движения на экране. Жизнь человека это катушка с фильмом. Первая серия. Посмотрели, человек умер. Взяли следующую кассету. Она связана с этой, потому что это вторая серия бесконечного сериала под названием «Перерождение». Переселение потока сознания. Зарядили, смотрим кино, следующая серия кассета кончилась, снимаем, убираем в коробку следующую. И так, безначальный пример. Вот что такое поток тхарм. Вот что такое сознание с точки зрения буддийской философии. Дальше, открыв тхармы, это было гениально. Буддисты стали разбираться, какие тхармы существуют. Некоторые школы говорят о ста тхармах, то есть виды тхарм. Кто-то говорит про 70 тхарм, что всего есть 70 вариантов тхармы. Какие-то тхармы входят в составы других тхарм, какие-то не входят в составы. Какие-то тхармы приводят в сансару, есть тхармы, не приводящие в сансару. Такие тхармы нирванические. Если тхармы у нас заполняют наше сознание, то мы идем в нирвану. Ну, логично, иначе это будет бесконечно продолжаться. То есть какие-то кадрики, бац, они приводят в нирвану эти дхармы. Соответственно, их мы взращиваем, их все больше и больше, у нас уже такое святое кино получается. И в конце концов, мы берем последнюю коробку, там прям вот эта катушка, она прям светится уже таким нирваническим светом, мы ее ставим и смотрим фильм, и в конце все это исчезает, и экран, и кинопроектор, и мы, и остается только нирвана. Это конец сериала «Достижение нирваны». Вот для этого кадрики должны быть специальными. Это дхармы, приводящие в нирваны. Но большинство дхарм туда не ведет, большинство дхарм оставляет нас в сансарии, потому что они цепляются один с другой. Вот так представляли дхармы. Была написана книга Абдхидхарма Коша. Абдхидхарма Коша – это книга фантастического размера, она даже толще, чем история Боливии. И там подробно, подробно описывается, какие дхармы куда вас приведут, как взращивать дхармы. Честно, это, конечно, шедевр, но понять его крайне сложно. Итак, это поток сознания. Вместо души поток сознания. Итак, различия. Еще раз подводим итоги. Душа – это некая субстанция, это что-то. Ну, то, что не измеряется прибором, ну, ладно, оно в духовном мире. Это что-то из духовного мира, которое и есть мое я, мое настоящее я, моя сущность. Когда мое тело умрет, мозг умрет, моя душа будет жить сама по себе. В раю, если я хороший, в аду, если я плохой. Родиться в животном или в другом человеке, если я индуизм исповедую. Станет татемом, духом, предком, если я анимист, но она будет жить, потому что душа неистребима. Поток сознания. Это поток единиц опыта дхарм, который несется, с бесконечных времен переливается, перетекает из жизни в жизнь. И все зависит от того, что мы сделали, как мы сами эти дхармы изменили. Такую жизнь мы и получим. Финал здесь – освобождение от грязных дхарм, нахождение чистых дхарм, которые они приводят в сансару, и уход из этого мира в нирвану, то есть очистка сознания. Вот кратко, совсем кратко, что буддисты имели в виду. Вы знаете, когда впервые столкнулись мыслители Запада и мыслители буддисты, они не могли понять друг друга. Когда философия Аристотеля столкнулась с философией Будды, просто люди не понимали друг друга. Не понимали. Остолкнулись эти философии благодаря ученику Аристотеля, правда, непутевому, по имени Александр Македонский. Он завоевал Индию, часть Индии, возникли греко-индийские царства, и тогда началось взаимопроникновение двух совершенно разных философских систем, греческой и индийской. Люди не понимали друг друга. Сохранилось немало источников об общении, о том, как происходило это взаимное влияние. Например, вопросы Мелинды, замечательная книжечка, очень смешная, вопросы Мелинды, написанная монахом Наганасеной. Мелинда это такое индийское произношение имени Менандер. Менандер был греческим царем, который правил индо-греческим царством в Индии. Естественно, Менандер хороший парень, хотел узнать своих подданных, чтобы как-то их не обижать, их религию, и он пригласил к себе монаха Наганасену, чтобы тот дал ему основы буддийской философии. И монах Наганасена совсем примитивно, примерно как я вам, пытался объяснить греческому царю, что к чему в буддизме. Ну, например, Наганасена рассказывает, царь, ты веришь в душу, в бессмертие своей души, ну, это же глупо. Неужели ты полагаешь, что что-то вечное и неизменное может существовать? Царь говорит, ну, конечно, конечно, ну, мое тело умрет, но моя душа будет жить вечно. Ну, царь, кричит Наганасена, это такие же глупости, как утверждать то, что твоя царская колесница существует. Царь говорит, прости. Говорит, вот-вот, я о чем говорю, вот видишь, стоит колесница. Ты что, царь, думаешь, что она существует на самом деле? Царь говорит, ну, прости, монах, но я к тебе приехал только что на этой колеснице, вот она, вот, трогай, она есть. Стоп, царь, давай выясним, что ж такое твоя колесница. Скажи мне, колеса – это колесница? Это колеса, ось, это ось, оглобли, сиденья твои царские, может, лошади, божжи. Нет, это все отдельные детали. А что такое колесница? Ну, колесница, все, когда это вместе собрано и работает, и едет. Вот, царь, и ты, такая же куча хлама, которая работает, едет, пока ты жив, ты иллюзия, царь. Тебя нет, утверждал монах Наганасина. Красавец, правда? Ой, приятно общаться все-таки с культурными эллинскими царями. Вообще, в Средневековье Наганасина бы долго не прожил, я думаю, с его заявлением. А там царь пытался его понять. Осталась книжка «Вопросы Мелинды», «Вопросы царя Минандра». Итак, буддисты не видят в нашем опыте ничего вечного и неизменного. И как колесница состоит из разных деталей, также и наш поток сознания состоит из частиц, но этого мало для буддистов. Этот поток состоит из разных потоков. И выделяют обычно пять основных потоков внутри поток сознания. Знаете, как это изобразить? Представьте, в одной трубе текут жидкости пяти цветов, которые смешиваются, перетекают один в другой, но в принципе мы там выделяем пять цветов. Или как провод, кабель, там пять разноцветных проводов внутри. и по каждому проводу в норме в норме текут, конечно же, определенные сигналы, но они могут один с другим взаимодействовать. Вот эти пять основных проводов, по которым все передается из жизни в жизнь. Пять потоков. И эти потоки, они соответствуют уровням восприятия. Называются эти потоки скандхи на санскрите. Кстати, скандха в переводе значит куча. Как вот монах говорил, куча хлама все это. Вот эта куча хлама это и есть то, что мы из себя представляем с точки зрения буддизма. Куча, куча. Все это держится довольно, хотя в одном направлении, но бестолково. Итак, пять скандх, чтобы их запомнить, они позволяют нам воспринимать любой объект внешнего мира. Первая скандха говорит нам о том, что объект вообще существует в реальности. Видана скандха. Вот он. Объект существует в реальности. Это мои очки. Предположим, что они в реальности существуют. Дальше. Чтобы анализировать этот объект, я ввожу его в свое сознание. То есть объект существует уже в моем сознании. Если бы эти очки лежали где-то спрятаны, я их не видел, то есть в моем сознании их бы не было. Либо я бы их искал где-то и вел свое сознание. Дальше. Группа распознавания отличий. Я начинаю проверять. Пластмассовые, здесь есть металл, стекла, потому что я вас сейчас вижу гораздо лучше для дальнозорких людей. Довольно легкие. Определил. Следующая группа. Следующая группа это мое отношение к этим очкам. Кстати, именно эта группа отвечает за формирование кармических привязанностей. Очень важная группа. То есть я думаю, они мне нравятся или нет. Или пора новые покупать. И что с ними сделать? Выкинуть, отдать кому-нибудь, продать на авито, нацепить себя на нос. Вот это группа кармических привязанностей. То есть мое отношение к предмету. Ну и глубин, уровни сознания постоянно присутствуют во всем при анализе всех этих отличий. То есть существует, вожу сознание, анализирую, делаю свое отношение к нему, какое-то добычное нет. И глубинное сознание присутствует на всех уровнях. То есть это такой поток, пронизывающий другие потоки. Вот так мы воспринимаем любой объект. Можете провести самостоятельный эксперимент, взять любой предмет, либо просто мысленно взять предмет. И вот существует, вожу в область своего восприятия, анализирую отличия, вес, объем, форма, мое отношение, готово. Вот это пять потоков сознания, дискретных, перетекающих друг к другу, которые образуют единый поток сознания. Каждый поток состоит из дхарм определенного назначения. И вот все это изучает Абдхихарма Коша философия дхарм. Ну и соответственно отсюда буддисты делают выводы, что если как-то мы можем влиять на эти дхармы, мы можем избавляться от плохих, на их место должны приходить более хорошие, то есть они будут трансформироваться в хорошие, мы достигаем дирвана. Вот и все. Ну вообще, если вернуться к разговорам буддийских мыслителей и индийских философов и греческих философов, то очень интересно получается. Они не понимали друг друга, одни говорили о сознании, а другие больше о материальных объектах. Помните, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вот все течет, все меняется. Гераклит говорит про воду. Вода течет, мы войдем в другую воду, там будут другие молекулы. А Будда говорит, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Пока течет река, я сам изменюсь. Харма моего сознания станет другими, я буду другим человеком. На самом деле буддисты понимают, философии несколько шире греческой, она делает акцент еще и на сознание, то есть точно нельзя дважды войти в одну и ту же реку. И река изменится, и я изменюсь вместе с ней, ибо в мире все в движении и все постоянно меняется. Это концепция Кшаникавада. Итак, это основные философские концепции буддизма. Анны Шваравада, отсутствие Бога-творца, он просто не нужен для всего этого. Это концепция мгновенности всего, и Анатма-Навада концепция отсутствия неизменного, прежде всего неизменной души. Это три главных постулата буддизма, три кита, на которых зиждется здание буддийской философии. И опираясь на третьи концепции, буддийские мыслители разработали сложнейшие философии. Сегодня я познакомлю вас с основными направлениями философской мыслей, потому что про школы, отдельные школы будем говорить в другой раз. Если доберемся до отдельных школ, скорее всего доберемся. Пока про концепцию. И первая концепция здесь, такая глобальная, куда многие школы относятся, это можно сказать такое направление философской мысли буддистов, направление получившее название Мадхьямака, Мадхьямака или другое название более понятное Шуньявада. Шуньявада это школа пустоты, пустотности всего сущего. Давайте сначала расскажу вам историю появления этой школы. Создал эту школу выдающийся буддийский философ по имени Нагарджуна. История Нагарджуны норовоучительная история, она вполне могла попасть и в христианские издания, если бы он был христианским мыслителем, а не буддийским. Нагарджуна происходил из знатного рода. Он жил в Индии и, как многие индийские юноши, обучался наукам, искусствам и попал в ученики к одному йогину, который учил многим полезным вещам своих учеников и в частности научил Нагарджуну и его молодых друзей становиться невидимками. Как вы понимаете, юные парни этот навык стали использовать не во благо. Ставясь невидимыми, они проникали в горе Мраджи и развлекались с девушками. И все было классно, и парни радовались к тому, какие они ловкие, какие они прокачанные йогины. Но парни, видимо, забыли, что они находились в Индии. Ребята, это Индия. Раджа понял, что что-то не в порядке, пошел тоже учиться, никогда не поздно, ребят, учиться, к другому йогину, и йогин научил Раджу искусству видеть невидимок. Вы понимаете, чем все закончилось? Раджа поймал всех парней, которые проникали в него в гарем, и они закончили жизнь на плахе. Их казнили всех, кроме одного. Нагарджуна чудом спасся. Он бежал, но видел, как его друзья умирают на площади. После этого Нагарджуна решил изменить свою жизнь. Он раскаялся в содеянном, он раскаялся в своих грехах, он ушел в отдаленный монастырь и поклялся посетить свою жизнь глубокой медитации в искуплении грехов своих. Говорю, христианская история. Нагарджуна стал медитировать, и однажды в медитации он увидел ступу субурга. Своим сознанием он проник в эту ступу, чтобы понять, что внутри. Чаши, ступы, реликварии. И с удивлением обнаружил там точно такую же ступу. Он своим сознанием проник в следующую ступу, открыл ее, пытаясь найти суть, и обнаружил точно такую же ступу. Тысячи тысяч раз на горжуна распахивал эти ступы и находил там такие же ступы. Пока наконец он не понял, что его поиски бесполезны. Никакой первой ступы быть не может. Он будет бесконечно открывать их. нет первой ступы. Все пустотно. Как только он это осознал, его сознание вспыхнуло и расширилось до беспредельных пределов нирваны. Он достиг пробуждения сознания и, обретя этот первый опыт, опустился в глубины океана, во дворец нагов. Мудрейших змей, змееподобных существ, которые хранили тайные недоступные людям знания. И змеи наги открыли на горджуне истины шуньявады. Они объяснили, что не только никакой первой ступы нет, у мира нет начала. Они объяснили, что все в мире не имеет самости. Ничто не самостоятельно. Все лишь отражение другого. Никакой самости ни в чем нет, а значит все пустотно. Лишь пустота наполняет все. Поэтому точное название школы Шуньявада Школа Пустоты. Нагаржуна стал великим мыслителем. Он основал монастырь, философскую школу. У него были тысячи учеников, которые продолжали его дело. Чем занимались адепты школы Матхьямак или Шуньявада? Они доказывали, что ничего не существует. Например, время. Времени нет, ребят. Время это иллюзия. Прошлого нет. Вы хотите сказать, что прошлое есть? Где прошлое, ребят? Оно уже прошло. Будущее, ребят, будущее есть? Да ладно. Будущее еще не наступило. А, наступило? Так это настоящее. А где будущее? Его тоже нет. Это иллюзия. Прошлая иллюзия. И будущее тоже иллюзия. Их не существует. Но, ребят, правда, прошлого и будущего нет. Вы их придумали. Они иллюзии относительно чего? Относительно настоящего. Настоящее существует. Да ладно. Где настоящее? Пока я вам говорю, это настоящее стало прошлым. А сейчас превращается в будущее. А если я опять как пауз скажу, остановись мгновенье, ты прекрасна, все вообще исчезнет. Ребят, настоящего тоже нет. Нет этого мига между прошлым и будущим. Итак, прошлое и будущее это две иллюзии относительно третьей иллюзии настоящего. Все это иллюзорно. Итак, нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего, нет времени. Если копнуть дальше, все то же самое. Ничего не существует. Все иллюзорно. Все предметы существуют относительно других предметов, а они сами относительно других. Это лишь иллюзия. Мир пуст. В нем вообще ничего нет. Он говорит, что нет не только мира, нет и сансары. Если мир не существует, значит не существует сансары. сансары это иллюзия. То, о чем говорил Будда, о том, чтобы спастись от сансары, это бред. Сансары не существует. Но если нет сансары, то значит не существует и нирваны. Нирваны тоже нет. Почему? Потому что нирваны это антипод сансары. А если сансары нет, значит нирваны нет. Казалось бы, что это, ребят? Что за схоластика, что за игра в эти размышления? Зачем это нужно? А адепты школы Шуньявада забавлялись. Забавлялись, доказывая, что нет ни сансары, ни нирваны, не было никакого Будды Шакьямуни, нет учения, спасать никого не надо и незачем. Вообще ничего нет. Есть великая пустота. Возникает два направления в учении Нагарджуны. Умеренная Матхьямака и радикальная Матхьямака. Они отличаются по степени того, насколько они признают реальность каких-то предметов. Ну, например, в школе умеренная Матхьямака они говорят, да, безусловно, никаких собак не существует. Собак нет. Ну, почему? Потому что собака это иллюзия. Вот, ребят, приводим эксперимент. Я сейчас вам скажу, представьте мысленно собаку. Вот могу посмотреть на что угодно. Вот сейчас мы все представили совершенно разных собак. Кто-то представил свою, кто-то ту собаку, которая мечтает, кто-то какую-то собаку из мультика. Если мы их все нарисуем, у нас будут совершенно разные собаки. Но это будут собаки. Потому что собака, хотя это, в общем-то, ментальная конструкция, она придумана. Собака что такое? Это четвероногое животное, покрытая шерстью, которая говорит хвостиком махает друг человека. Вот, и хвостик колечком такой бывает. Это собака. Зачем мы это придумали? Чтобы отличать собак от кошек. Кошка это тоже ментальная конструкция, их нет, не существует. Кошка это четвероногое животное, покрытое шерстью, которое говорит мяу, ни черта не делает, вообще человеку не нужно, но почему-то человеком живет. Вот, чтобы их отличать, мы придумали. Отличать их от коров. Коровы это тоже четвероногое животное, покрытое шерстью, и дает молоко, которое продается в магазинах. Ну, если там оно из-под коровок, конечно, не синтетическое. Ясно? То есть, никаких кошек, коров и собак не существует. Мы их придумали, чтобы отличать разных животных. Но умеренная матьямок утверждает, что конкретная собака существует. Вот собака, которую я щенком подобрал на помойке, вырастил, вот с откусанным ухом, такой борьбось. Вот, которого зовут Шарик, он есть. Это мой Шарик. Я знаю про него все. Я ему в глаза смотрю, вот он как человек. Следующей жизнью станет Шарик, привет. Вот это вот Шарик существует. Как и кошка Мурка, вот эта кошечка, которая вот, вот я знаю каждую шерстинку, она знает мои привычки у входа встречает. Вот Мурка, Шарик существует. А в целом кошки и собаки это иллюзия, конечно. Радикальная Матхьяма, как вы понимаете, издевается над Умеренной. Представители радикальной Матхьямы говорят, шарик, жучка, Мурка, Буренка, это все тоже иллюзия. Ничего не существует вообще. Вот такие школы. Спрашивают, зачем это надо? Ребята, ну что, людям совсем заняться было нечем. А с другой стороны, правда, крестьяне работают, мы им внушили, что мы молимся, спасаем вас тоже, они нас кормят, делать вот вообще нечего, впереди целая жизнь. И собственно говоря, зачем все это нужно? Сиди размышляй о том, что все пустотно. Крестьянин меня кормит? Крестьянин, тебя не существует. А нет, тебя я знаю, ты существуешь, вообще крестьян не существует, и леса не существует. Вот березка, что я посмотрел возле окна своего, она существует? Нет, она тоже не существует. Что за извращенство? Пошли бы до поля, работать лучше, без денег. Зачем это нужно? Так вот, друзья мои, на самом деле отрицание всего это лишь медитация. Людям школы Шуньявада не важно конкретно, что существует. Нет, важно очистить свой мозг от привязанности к объектам этого мира. Вот задача. То есть, если с помощью многолетней практики отрицания всего я понимаю, что это лишь ментальные конструкции, что в реальном мире эти предметы, если и есть, они совершенно другие, я воспринимаю своим сознанием, я вижу пустотность всего, я очищаю свое сознание от привязанности к объектам этого мира, видя их пустоту, отсутствие самости, и достигаю мир то есть, отрицание всего, это не забава, а попытка очистить сознание от привязанности, то есть, то самое, чему учил Будда Жиги будет, красота, красота, другая школа, кстати, другая школа, это школа, которая будет яростным противником школы Шуньявада, на протяжении всей истории они будут соперничать, бороться за умы, это школа Йогачара, Йогачара или Виджняновада, второе объяснение, опять же, более точное, Виджняновада, это школа сознания, но Йогачара тоже правильное название, потому что это одна из самых сложных техник медитации в буддизме, поэтому называется Йога, Йога у них самая-самая тонкая и самая сложная, поэтому Йогачара. Эту школу разработали два брата, два мыслителя, Асанга и Васубандху, ну, на самом деле, если честно, разработал ее Асанга, Асанга, а Васубандху, его младший брат, вначале относился вообще к школе Тхеравада, написал Абхидхармакошу и вообще говорил, что Махаяна это неправильный путь, а старший брат Асанга, он пытался убедить Васубандху в том, что именно Махаяна это великая колесница, а Хинаяна это не то, но никак младший брат не поддавался, тогда однажды Асанга сказал, что он заболел очень тяжело, и попросил брата навестить его, Васубандху приехал, и Асанга лежа как бы на смертном адре рассказал брату подробности его школы йога-чара, и тогда Васубандху расплакался и понял, что он заблуждался, что на самом деле Махаяна это настоящий истинный большой путь, и он сказал, брат, я так много говорил гадостей про твое учение, где нож, я отрежу с ним язык, стой, 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 брат, сказал Асанга, который тут же перестал болеть, говорит, ну-ка остановись, твой язык, ты лучше оратор Индии, ты что, не вздумай его отрезать, лучше, так же страстно, как ты ругал мое учение, проповедуй его, язык Васубандхе пригодился, он начал проповедовать яростно и страстно, именно поэтому все полагают, что Йога-чара это создание двух братьев, впрочем, Васубандху, как популяризатор, сделал очень много для Йога-чара, и так, в чем суть этого учения, это учение о сознании, ну, собственно, весь буддизм о сознании, и Асанга и Васубандху пришли к выводу, что существует много уровней сознания, во-первых, существует шесть простых уровней сознания, которые есть у каждого человека, с которыми мы все общаемся, ну, по крайней мере, каждый человек их воспринимает, опять же, восприятие объекта, да, я его вижу, я его слышу, я его пробую на вкор, я его нюхаю, трогаю, я его осезаю, трогаю, и я еще интуичу по поводу этого объекта, если я забыл, где мои очки, я думаю, так, 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 где они могут быть, раз, озарение, вот же они, надо же, нашлись, итак, пять органов чувств плюс интуиция, ребят, в буддийском мире интуиция такой же орган чувства, как и зрение, слух, то есть, это совершенно нормально, но у кого интуиция развита, знаете, что эту штуку можно развивать и можно ей пользоваться, главное доверять своим предчувствиям, чувствую, сейчас кирпич на голову упадет, ну, надо там ходить, да, верьте интуиции, это шесть обычных чувств, а Санга и Ивасубанху впоследствии разрабатывают еще два чувства, еще два уровня сознания, они разрабатывают сознание под названием клиптомана Виджняна, клиптомана Виджняна, клиптомания, знаете, что такое, хватай, все, что плохо лежит, когда люди не могут не украсть, вот он пришел в магазин, тут что-то лежит, он раз и украл это болезнь, клиптомана Виджняна в переводе цепляющееся сознание, но все, хватает, цепляется, даже мел, украл, все, цепляющее сознание, клиптоманное сознание, кто лежит, думает, как бы, что украсть, это сознание отвечает за формирование кармических привычек, за формирование образа сансары, хочу, мое, мне, 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 я хочу, а мне можно, а мне можно, а как же я, а мне, мне, мое, 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 вот это все клиптомана Виджняна. Смотрите, а ведь похоже, правда, похоже с другими школами, похоже на потоки сознания, но все едино. Ребят, мы сейчас говорим про отличия, вот тот самый поток сознания, который отвечает за формирование кармы, да, он же и здесь в сознании клиптомана Виджняна проявляется, цепляющееся сознание, он цепляется за объекты мира, и мы не можем уйти в нирвану, остаемся в сансаре. Как же быть, задумался Асанга, выход есть, ибо есть восьмое сознание. Восьмое сознание называется Алая Виджняна. Алая Виджняна в переводе это сознание сокровищница. Сокровищница. Такие же сокровища находятся в этом хранилище. Там находится биджу. Биджу это семечки, в виде семян нашего прошлого опыта. Эти семена прорастают, дают новые семечки, этот такой, знаете, как пузырь, такой меняющий очертание, контейнер, это сознание Алая Виджняна. Сознание изобразить трудно, ребят, ну хотя бы так. Туда падают семена, вырастают, снова падают семена, снова вырастают. Ну смотрите, есть ли у вас на огороде выросли сырники? Читали мою книжку «Дети капитана Немо», да? Я мечтал выращивать индейские растения, как сапы инка. И долго-долго искал по всем помойкам самый жуткий сорняк щирицу. Нашел. Я назвал его кевичей, посадил на огороде и в итоге каждый початок кевичи дает более миллиона семян. На следующий год кевича заполовила все. Все, она росла повсюду, сорняки. И мама с бабушкой пытались выполоть эту проклятую кевичу, и меня бросали на эту работу, чтобы ты привез, ты и выпалывай. Но все равно семена падали и вырастала кевича. До сих пор она у меня растет на участке, никуда не делась. Сорняк индейский. Ну так вот, семена нашего опыта, те же самые семена сорняков. Потому что мы живем в сансаре и сознание замусорено опытом сансары. Семена падают в создание сокровищницу и опять вырастают. Нет, ребята, ни яблони, ни гладиолусы, вырастают сорняки. Что же делать? Задумались Асанга и Васубангу. Да очень просто. Поскольку вырастают они из-за силы привычки в нашем сознании, вот той самой Васаны, помните, нужно избавиться от этой силы привычки. Нужно победить Васану. Сила привычки очень серьезная штука. Вы с ней все сталкивались много раз. Ну, например, вы идете от дома к автобусной остановке или к станции метро одной и той же тропинкой. Вот ходите, уже привыкли. И вам не нужно думать, как найти дорогу к станции метро. Вы идете, о чем-то в своем мире мечтаете, идете, ноги сами несут. Вот однажды вы идете, идете, бац, перед вами забор. И написано, приносим извинения за временные неудобства, стройка на время метро навсегда, и что там еще пишут, да? Вы такие, ой-ой-ой, время так, опаздываю, маха, тропинка вдоль забора там-там-там-там, обошли и пришли к себе на станцию метро. То есть, так, вы уже знаете там-там забор и пишут на время, но это до 2022 года, ладно, понятно, надолго. На следующий день вы опять выходите из дома, ноги вас несут и опять вы упираетесь в забор и говорите так. Может быть, даже говорить какое-то ругательное слово. Я же знал, а ноги сами принесли и обходите. И лишь пока не сформируется новая привычка сразу из дома этой другой тропинкой, вы будете упираться в этот забор. Или бывает, привыкли ездить все время одним и тем же маршрутом в метро. Ездите, ездите, и вам нужно поехать в другое место, а ноги сами выносят на старый маршрут. Вот это васана на санскрите, сила привычки. Ее нужно разрушить. Как только сила привычки изменяется, для этого нужны очень сложные медитации. Ребят, от привычек избавляться крайне трудно. Все знают, как трудно избавиться от курения или алкоголизма, тем более от пристрастия к наркотикам вредные привычки. Ребят, вообще от любой привычки избавляться крайне трудно. Например, кто-то грызет ногти. Гадость! Трудно избавиться. Кто-то ковыряется в носок. Ужасная привычка. Привычек очень много. Они сопровождаются в нашу жизнь. Попробуйте избавиться хотя бы от одной своей привычки, которая вам чем-то не нравится. Вы колоссальные усилия приложите. То же самое и здесь. Поэтому медитация рафинированная, сложная, тонкая для избавления от привычек. А когда вы от привычки избавляетесь, то семена перестают прорастать. То есть у вас лежат семена негативного опыта прошлых жизней, кармического опыта, но, по крайней мере, новые сырники не растут. Отлично! Дальше следующий уровень медитации, еще более сложных. Мы аккуратненько, как хирург, вскрываем этот мешок сознания, вскрываем сознание и высыпаем оттуда семена на помойку, в костер, сжечь, чтобы не вырасти. И наше сознание, этот контейнер, остается пустым, там нет ни одной семечки. Больше ничего не прорастет. И это пустотное сознание, сознание Алая Вижняны становится сокровищницей, которой нет ничего земного, там лишь главное сокровище великая пустота. А великая пустота это нирвана, это сознание Будды. Путь завершен, вы в нирване. Это школа йога чара. Посмотрите, на самом деле, ведь эти две школы, которые все время соперничали друг с другом и боролись друг с другом, очень похожи. Это просто разные методики достижения одной и той же цели. И там, и там пустота. Одна это школа пустоты. Все не имеет своей самости, все пустотно, только мы это познаем, мы достигаем нирваны. С другой стороны, да, у нас много уровней сознания, сложных, мы работаем с ними и достигаем великой пустоты без привязанностей. мы освобождаем сознание от привязанности, достигаем той же самой пустоты. Цель одна и та же. Это знаете, можно к одной точке поехать на такси, общественным транспортом, на велосипеде. Разные варианты. И каждый выберет, что ему больше нравится. Кто-то за здоровый образ жизни сядет на велик и поедет. Кто-то торопится на такси, кто-то общественным транспортом деньги сэкономит. Каждый монастырях, вы не поверите, но в одном и том же монастыре обычно жили люди, которые принадлежали к разным философским школам. Это приветствовалось, потому что это интересно. Чем заняться в свободное время? А давайте устроим диспут, давайте поговорим, чья школа интереснее, давайте устроим борьбу, давайте словесную баталию, давайте поспорим. Главное, чтобы совпадала виная, виная, в переводе это кодекс монашеского благочестия. Кодекс виная отличается в разных школах немножечко, и в разных монастырях, зависит часто от настоятеля. Скажем, вот если одним монахом можно есть цампу три раза в день по средам, а другим можно только два раза в день, вот этого простить никак не получится. Все, они будут цампу лопать, а мы будем голодными сидеть, все, вообще дружить не будем, будем в другом монастыре жить. Если же кодекс винаи совпадает, и всем можно лопать цампу, то давайте жить вместе. И они устраивали диспуты, и более того, когда в монастырь приходил человек, ламы определяли его главную привязанность к жизни, для того, чтобы выбрать ему подходящую философскую школу для спасения. Смотрите, приходит человек, говорит, я хочу стать монахом. И затем, знаете, как в школу поступает ученик, но уже не в началку, там маленьких берут, а в среднюю школу. Учителя собираются, выясняют, что лучше, какой класс его направить. То же самое и здесь. Монахи собираются и думают, какие же пристрастия у этого конкретного человека. И если он очень привязан к объектам внешнего мира, допустим, он любит богатство, он любит красивые вещи, он любит красивых женщин, красивые машины, он любит этот мир в его материальных проявлениях, ему подойдет школа Шуньявада или Матхямака. Ему эта школа объяснит, что и женщины, и красивые вещи, и богатства это лишь иллюзия, они не существуют в реальности. И он быстрее спасется. Если же человек заморачивается по поводу своего я, как же мое я, вы знаете о моем смерти, неужели после смерти я исчезну, растворюсь, меня не будет, как же так? Его направят в школу йога-чара, там объясняют, что его сознание это множество различных уровней, что его сознание не только надо привязываться, оно дискретно, это семена, это сырники, от которых скорее следует избавиться. Иллюзия жизни, иллюзия своего я, одна из главных иллюзий. Избавишься от нее, ты достигнешь цели. То есть, смотрите, это мы называем дифференцированный подход к учащимся. Буддийские монахи подбирали каждому человеку индивидуальную программу обучения, спасения, достижения нирваны. Итак, это две главные школы. Школа Шуньявада и школа Вижнянавада. Ну и в школе йога-чара в Вижнянаваде была разработана, кстати, тем же Асангой Васубанху, их учителем Матреей Асангой, были разработаны основные положения третьей философской школы. Вы знаете, она считается в Индии не выросла в отдельное философское направление. Не выросла. Зато пустила такие корни в Китае и в Тибете, что просто ни с чем не сравнивали, сформировав дальневосточный буддизм в целом. Но все-таки зародилась она в Индии, поэтому я кратко расскажу про третью школу. Мне она очень интересна. Это школа Татхагатагарбха. В переводе Татхагатагарбха это школа зародыша Будды. Какие там основные постулаты? Мысль, которая пришла в голову мыслитель была следующей. А что вообще заставляет нас менять себя? Почему бы не удовлетвориться с жизнью? Нормально живем. Зачем нам стремиться в нирвану? Что заставляет человека поднимать глаза к звездам задумываться, зачем я живу? А как сделать жизнь лучше? А есть ли Бог? Да эти мысли откуда они? Что заставляет нас духовно расти? Духовно. Ребят, согласитесь, если человек ни разу не задавался этими вопросами, это не совсем человеческая жизнь. Почему? Ведь можно есть, спать, размножаться и все нормально, как животные. А мы задумываемся, зачем? А как? Значит, есть тхарма, которая за это отвечает. А тхарма, которая заставляет поднимать глаза к небу и задумываться о вечном, это тхарма Будды. Вот ее-то и называют зародыш Будды, гарбха. То есть, эта тхарма есть в каждом живом существе. Если бы ее не было, невозможно было бы спасение. Согласны? Согласны? То есть, и в червяке земляном, и в моле, и в муравье, и в человеке, и в слоне, в ките, во всех есть тхармочка Будды. Она неистребима, она основа. А если она основа нашего потока сознания, то значит, неся в себе зародыш Будды, кто мы? Мы потенциальные Будды. То есть, каждое живое существование во вселенной по сути является Буддой. Но тогда почему Будды такая редкость, почему они так редко приходят? Да потому, что всякий мусор мешает этой тхармочке проявиться. Она могла бы раз и расцвести, но вокруг замусоренные потоки сознания, которые не дают ей прорасти. И мудрецы делают вывод о том, что мы все уже являемся Буддами по своей природе. Это красивая идея, что человек по природе добр, бобр. Человек по природе своей Будда, что Буддовость основа всего мира, все Буддовость. Природа Будды разлита в мире. Задача очистить эту тхармочку Будды от грязи, чтобы она принесла свой плод, чтобы вы стали Буддами. По сути, эта школа очистки сознания. И здесь она работает так же, как Матхямака Йогачара. По сути, она родилась внутри Йогачары. Эта школа Татхатагархи. Но активно используют и методы шуньявады, методы великой пустоты. Главное очистить. А чем мы будем квартиру убирать? Веником, пылесосом, мокрой тряпкой? Жвачку там очищать, ножичком не знаю, это уже детали методика. Хороший образ про Татхатагарху. Представьте себе, грязная лужа. Вот грязная совсем, масляные пятна, обрывки пакетов, бычок плавает. Фу! Но все мы знаем, что в основе этой лужи, ее основой является вода. Лужу можно очистить? Безусловно. Крупный мусор собрали, нужна чистая вода. Воду собрали, профильтровали, в конце концов, испарили, профильтровали много раз и получаем чистейшую дистиллированную воду, аж два все без примесей. То же самое сознание человека. Мусор, грязь, нечистоты, но в основе сознания, сознание Будды, профильтровали с помощью медитаций и стали Будды. Это школа Тадхагата Гарбха. Итак, три основных философских направления сложились в Индии. Матхямака или Шуньявада школа великой пустоты, Йогачара или Виждяновада школа сознания и Тадхагата Гарбха школа зародыша Будды, что все мы уже Будды. И в Индии процесс был прерван. Потому что, друзья мои, пока монахи за высокими стенами монастырей рассуждали, сколько дхарм входит в составы, а сколько не входит, 70 или 100, какая дхарма за что отвечает, пока они решали, что вот это дерево иллюзия, или все-таки оно существует, а иллюзия вон тот дальний лес, пока не выясняли, как избавиться от семян привязанности внутри сознания сокровищницы. Ворота монастыря стучал простой крестьянин. монахи, 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 у меня ребенок заболел, что делать, а? Как, молиться надо, как, а? У нас диспут между школами, приходи позже. Монахи, что, ребенок-то болеет, все еще, что делать? Мы размышляем о великой пустоте, приходи в другой день. В конце концов, простым людям это надоело, они вообще не понимали, почему они кормят этих бездельников. Они не могли понять всей сложности философских разработок буддийских мыслителей. И в лоне индуизма, старой индийской религии, появился новый философ. Философ, которого звали Шанкара. Шанкара понимал, что буддисты враги, что они учат людей плохого, что они ушли от жизни. И он решил победить буддистов с помощью философии, с помощью логики и разработал очень-очень сложную философскую систему, которая превосходила буддийские. Но ему не пришлось ее применять. Потом говорили, что он придумал мельницу, на которой нечего молоть. Потому что параллельно своей сложной философской системой Шанкара разработал концепцию Махатмана. И придя к этой концепции, он неожиданно понял, что буддисты заблуждаются в главном. Что вообще они закопались в тонкостях, а в главном заблуждаются. И он пришел к простым выводам. Объясняю концепцию Шанкары. Нового обновленного индуизма Адвайта веданта. Адвайта это недвойство. А отрицание два, это два и есть Адвайта веданта. Недвойственное знание. Итак, есть Бог Махатман. Великий, добрый, всемогущий, который есть любовь. Душа человека Атман это частица великого Махатмана, которая воплотилась отдельно от него на земле. Да, в мире много страданий и много зла, но если мы будем жить правильно и наполнять свое сердце любовью, мы после смерти соединимся с великим Махатманом в бесконечной любви. Итак, жизнь есть любовь, есть Бог, который тебя любит. Стремись делать добро ближнему, люби ближнего своего, и ты придешь к Богу, который есть любовь. Крестьяне, вы поняли с первого раза? Я сразу понял, что это круто, это то, что надо. Любите ближнего, любите Бога. Христос тоже говорил, просто, наглядно и понятно. И вся Индия с обличением выдохнула и стала индуистской. Ну, а буддистам стало делать нечего, никто же не хотел кормить этих бездельников, которые разработали слишком сложные для понимания философские концепции. И буддизм покидает свою родину. Буддизм уходит в другие страны. В Юго-Восточную Азию, в Корею, в Китай, в Японию, и на север, в Тибет, потом в Монголию, в Бурятию, в Калмыкию, где возникают совершенно новые необычные формы буддизма. Но о буддистских школах за пределами Индии, о том, как они возникли и как они отличаются от, собственно, индийских школ, мы поговорим в следующий раз на завершающей встрече по буддизму. А пока ваши вопросы, прошу. Сейчас, Кость, секунду. Кость, пока все сосредоточились на вопросах, у меня вопрос еще один. То есть, получается, мы Ветхий Завет сдвигаем? Куда сдвигаем? Ну, если ты говоришь, еще одна лекция. Да, конечно. Еще одна, но, скорее всего, в одну мы уложимся. Нет, все отлично. просто мне это нужно как раз заведомо. Ребят, я рассказываю так, как рассказывается. Поэтому, я извиняюсь, что это не совпадает с планами, но... Не надо извиняться, это очень круто. Поэтому даже... Поэтому нам нужна еще одна встреча, чтобы рассказать вам про дзен, например, про чай. Если захочешь, еще давай одну, Кость, еще одну, еще одну, и мы уйдем. Нет, я думаю, что совсем в дебре не уйти, нам одна встреча, как раз красиво ляжет на завершение про народный буддизм, про современных святых буддийских, про школы. Это все будет как раз в следующий раз. Да-да, дорогие наши зрители-слушатели, мы сделаем отдельную историю. Ну, то есть, ссылка будет на то, чтобы попасть Косте на седьмую лекцию. Так, а пока вопросы Миши Роженко. Здрасте, спасибо за лекцию, Куксин, очень было здорово. У меня вопрос такой, вот вы говорили, что буддисты, ну, вот, из школы, которые отрицают, что ничего нет, все пустотно. Они утверждают, что ничего нет, да. Да, вот. И, по-моему, вы говорили, что и обычные, ну, короче, они говорят, что Бога нету. Где Бог? А вот недавно, по-моему, на первом своем курсе вы говорили, что можно родиться Богом. Вот как это? Как? Смотри, ты немножко невнимательно слушал, здесь такая история. Богов очень много. То есть боги индуистской религии, они существуют. То есть есть Шива, есть Брахма, есть Вишну, есть и другие. Все эти боги существуют. Но эти боги, они, во-первых, не вечные, не всемогущие, и уж точно недобрые, ну, относительно, некоторые прям совсем недобрые, некоторые добрее. то есть это скорее очень мощные существа, мощные энергии, разумные, управляющие данной конкретной вселенной. Они появляются в момент создания вселенной и умирают вместе со вселенной. Только и все. Такие боги есть. Вообще в буддизме очень много разных сущностей. Они не видят единого, вечного, всемогущего бога-творца. Вот такого они не видят. Вместо такого бога, как христианский бог-творец, который есть все и во всем, вместо бога-творца в буддизме закон, закон природы, закон причины и следствия. Ну, то есть буддизм больше похож на науку, чем на религию. Ну, можно верить в закон причины и следствия, можно верить в закон всемирного тяготения и молиться, чтобы не упасть в открытый люк, и чтобы вам на голову не упал кирпич. Это негативное проявление закона всемирного тяготения. И каждый день приносить жертву яблоки под портретом Ньютона, конечно же, одного из посланцев закона всемирного тяготения, чтобы пища была настоящая, чтобы яблоки падали к вам на стол. Благодарить Бога, вернее, закон всемирного тяготения за то, что вы не улетаете в космос, за то, что он удерживает атмосферу и так далее. Вот вам религия закона всемирного тяготения. Это ближе с... Следующий вопрос. Но если вот если вы если вы сказали боги, они рождаются со вселенной и умирают с ней, но наша вселенная родилась, еще не умерла. И как бы ученые говорят, что вселенная бесконечна и она будет существовать наверное вечно. Вот здесь ученые не знают. боги тоже будут существовать. Вечно, ребят, вечно ничто не будет существовать. Сейчас есть две концепции вселенной. Либо что она будет разлетаться дальше и потом остынет и просто все это остынет и умрет. Либо что она будет разлетаться и потом схлопнется опять в точку и опять взорвется. пульсирующая вселенная. Как бы там ни было, она рано или поздно прекратить свое существование. Ребят, ничего вечного не существует. Ничего. Ладно. Спасибо. Кроме Бога, разумеется, кроме Бога теистических религион вечен. Спасибо. Его можно верить, можно нет. Доказательств не существует. Пожалуйста. Дальше. Елена Михаил. Вот у нас появился такой вопрос. Вот говорили в школе пустоты, что ничего нет, кроме пустоты. Но еще говорили, что собак нет, вы приводили пример, но собаку, которую назвали, то она есть, но она, поскольку собака, ее нет. может ли быть такое, что кто-то в школе пустоты скажет, что ничего нет, даже пустоты? Да, конечно. И пустота пустота сама себе. Да, и знаешь, нет, пустоты тоже нет, потому что пустота это тоже иллюзия. Что такое пустота? Это то, что существует относительно наполненности. Вот, допустим, мой футляр сейчас пуст. Почему я так говорю? Потому что утверждаю, что он может наполниться моими очками. Если бы не было наполненности, не было бы и пустоты. Пустота тоже иллюзия, поскольку она зависит от наполненности. Вот и все. То есть даже пустоты нет, ребят. Молодцы, вы сделали первые шаги по пути Матхьямаки. Поздравляю. Ничего нет. Меня, конечно же, нет, и вас нет, разумеется. А не буду столкнуться с проблемой с эллипсизма, что ничего вообще нет, и моего сознания тоже нет. Или оно все-таки есть. И упрутся в стену и не пробьют ее. Проблема с эллипсизма не будет решена буддистами. Но она вообще неразрешима. То есть, понимаете, да? Мое сознание существует. А существует ли ваше сознание? Или вообще есть только я? Я приходил в виду, что поскольку мое сознание есть, вот я же есть, я мир воспринимаю как-то, то я существую, а вас нет. Не потому, что вы у меня в зуме, а не в кабинете сидите. Если бы вы пришли на очное занятие, я бы все равно сказал, что вас нет. Какая разница выдумать вас на экране или выдумать вас здесь в кабинете? У меня вообще богатая фантазия. Я могу представить, что у меня здесь полно людей сидит, с ними начать общаться. А кто не сказал, что я сейчас это сделал? Может, заняться вы или нечему? Я придумал этот мир и забавляюсь тем, что читаю лекции, потому что все остальное уже перепробовал. Вы мне скажете, что совсем из ума выжил, да? Мы есть, мы есть, наше сознание есть. Докажите. Для меня вас нет. Вы в моем сознании только в нем. Исчезнет мое сознание, мир для меня исчезнет. Загадка, ребята, загадка. Я очень рад, что эти загадки существуют, неразрешимые противоречия, потому что вам их разрешать. Ну, мы тоже еще попытаемся, но в основном это ваша задача. Вы не разрешите, ваши дети будут. Здесь на земле очень прикольно, надо сказать. Здесь очень много неразрешимых головоломок. Продолжим. Я просто дал домашнее задание понять, зачем мы живем, есть ли что-то кроме моего сознания и так далее. Отчет в письменном виде, в виде трактата научного-философского. Еще вопросы? В чате вопрос от Артура. Как можно предчувствовать будущее, если его нет? Ну, потому что, хороший вопрос, потому что, живя в мире сансары, в мире сансары, в мире иллюзий, мы подчиняемся законам сансары. В мире сансары у нас существуют условности, которые для нас реальны. Допустим, реально наше тело, реально пища для этого тела, реально какие-то удовольствия и боль. Все это в мире сансары существует. Поэтому, естественно, в мире сансары, находясь в мире сансары, у нас есть органы чувств, в частности, интуиция. Поэтому на таком уровне приближения в условном мире все это существует. То есть, в этом мире, ребят, сейчас существуют понятия нирваны, сансары, Будда существует. Ребят, Матхьяма отрицала Будду. Вообще, в дальнейшем Будда будет разворачиваться в космический принцип, они создадут концепцию, ну, разные философские школы придут в концепцию трех тел Будды. Что изначально тело Будды это космический принцип Буддовости, возможность всем живым существам стать Буддами. Затем есть тело Будды, которое проявляется в тонких мирах. Будда, который из нирваны может общаться с выдающимися йогинами и диктовать им новые тексты. И третье Будда, это нирвана Кая, это Будда в человеческом обличии, который проповедовал на земле. То есть, три единства Будды напоминает такое три единства Бога в христианстве, правда? Бог-дух это абсолютный Будда. Бог-отец это Бог, который является пророком и диктует им Библию. Ну и Бог-сын, который ходил по земле Израиля 2000 лет назад и учил. Вот вам три единства Будды. Ощущение, что все в одной школе вообще учились, по-разному понимали. Итак, мы допускаем условности в этом мире, ребята. Это разные уровни сознания. Еще вопросы? Нет, понимаете, тема такая сложная, ребят, главное поймите, что это разработки, разработки, попытки объяснить сознание, что такое сознание. Очень любопытные, очень. То есть, я вам закинул основные вехи. Интересно, кому станет? Почитайте, почитайте про то, как воспринимали сознание, потому что это вклад буддизма в философию, в мировую философию. то есть, они разработали метод, они разработали описания сознания инструментами вне сознания. То есть, придумав дхармы, они придумали инструмент описания сознания человека. Это очень круто, ребят, очень. Потому что мы описываем сознание другим сознанием, через другое сознание. А это как бы внешний инструмент дхармы. Ну, так же, как мы описываем язык словами языка. Буддисты, они шагнули вперед, они придумали дхарму. Красиво, правда? Красивая концепция, которая объясняет наше сознание. Ну, это скорее пища для ума, ребят. Пища для ума. Задача наша, я уже говорил, познакомиться с буддизмом. И на сегодняшнем занятии мы знакомились с наиболее сложными направлениями этой религии. В следующий раз поговорим больше про народные верования и про национальные особенности. Такая тема будет особенности национального буддизма. Какой же он разнообразен? Но об этом в следующий раз. Ну что же, друзья мои, если больше нет вопросов, я отправляю вас к текстам, к комментариям. Буддисты создали их очень много. Читайте, познавайте самостоятельно. А я с вами прощаюсь. Сейчас, секунду, мы сейчас, я иллюзию включу. Иллюзию иллюзии, Сереж, смотри, да? Иллюзию, иллюзии, иллюзии. Да, да, да. То есть общение в зуме это такая иллюзия, иллюзия, иллюзия. Спасибо вам большое. Спасибо, очень интересно. Спасибо, Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спасибо. Продолжение следует...